А вот сейчас отложите еду, потому что вы смотрите, к чему могут привести собаку некоторые вроде бы привычные для нас продукты питания. Догмама Аня и Софи. И Эйвен. Чем нельзя кормить собаку? Самые популярные ошибки. Хотите дать собачке попробовать пиво? Помните, алкоголь вызывает тяжелейшую интоксикацию организма. Привычная минералка, соки и другие наши напитки абсолютно не соответствуют природе хищника. Забудьте о них. А шоколад и какаосодержащие продукты, кофе, чай и все продукты с кофеином вообще являются ядом и могут вызвать сильнейшую диарею, тошноту, учащенное сердцебиение, а при переизбытке возможен даже летальный исход. Любимые нами кондитерские изделия, булочки, свежий хлеб и дрожжевое тесто очень опасны. В процессе брожения происходит выделение газов и отравляющего алкоголя. Газы сопровождаются болевыми ощущениями и возможностью разрыва желудка или кишечника собаки. Кажущиеся вкусненькими для питомца сладости, мед и вообще сахар и подсластители в любом виде могут вызывать аллергию. Разрушают зубы, вызывают брожение в желудке, приводят диарею, проблемам в работе ЖКТ, вызывают слезотечение, нагноение глаз, нарушается работа печени, возникает ожирение и сахарный диабет. Соль это вообще яд для собаки, как и для нас с вами. В обычной пище содержится вполне достаточное количество соли для организма собаки. Острое, любые пряности, специи и ароматические вещества, даже содержащиеся в обыкновенном печенье, могут стать причиной потери обоняния и привести к другим плохим последствиям. Острое же раздражает слизистую желудка, может привести к возникновению гастрита и язвы. Что же нельзя из животной пищи? Вам кажется, что собаке будет вкусно, если она будет есть бекон на завтрак? Запомните! Копчености колбасы, сосиски, бекон, сало, балык, оболочки от колбасы сыров способствуют развитию гастрита и панкреатита. Трубчатые куриные кости и кости крупных животных, особенно в вареном виде, несут смертельную опасность для собаки. При разгрызании трубчатые кости становятся острыми и зачастую ранят слизистую желудка, вызывая кровотечение. Тем же опасны рыбные кости, которые могут быть очень острыми. Вообще, любая жирная пища, она слишком тяжела для печени собак. Свинина, баранина, фарш, жирные кисломолочные продукты, творог, сметана, йогурт, сыры. А молоко очень плохо переваривается организмом собаки. Ну что ж, тогда чистого мяска. Но в сыром мясе может содержаться сальмонелла, кишечная палочка, вызывающая рвоту, диарею и другие неприятности. Это не значит, что сырое мясо совсем нельзя давать собаке. Его просто нужно обработать, например, заморозить и разморозить или обварить. Сырая печень. Кроме того, что она сырая, по мнению специалистов, в ней содержится очень много ядовитых веществ и различной органической грязи. А в речной рыбе содержится очень много личинок гельминтов. Запрещенная растительная пища. Крупы в сыром виде, кроме геркулеса, опасны для собаки. Цитрусовый виноград, изюм, сливы. Цитрусовый – это аллерген и агрессивно влияет на слизистую желудка собаки. Виноград и изюм могут стать причиной поражения почек. Персики, хурма, вишня, смородина. Косточки и их кусочки могут стать причиной закупорки кишечника и энтерита. Вам кажется, что авокадо очень вкусный? Может быть, но помните, авокадо также может вызывать панкреатит у собак. Такие привычные для нас лук и чеснок могут привести к повреждению кровяных клеток. Даже если их приготовить вместе с другими продуктами, уровень токсичности останется прежним. А вот грибы могут содержать токсины, которые поражают различные органы, вызывают шок, а как результат – смерть. Лучше не давать собаке картошку и брокколи. Кстати, все овощи семейства бобовых – горох, бобы, чечевицы и другие – организм собаки не усваивает, и они очень тяжелы для переваривания. Ревень, щавель, листья и стебли томатов и картофеля, которые кругом на нашем огороде, могут поражать пищеварительную, нервную и мочевыводящую системы. Орехи макадамии и мускатный орех в чистом виде, а также в составе всяких изделий, содержат неизвестный токсин и влияют на нервную и пищеварительную системы и мышцы животного. Вообще, любые орехи очень плохо перевариваются организмом собаки. Не собачья еда. Кошачья еда не для собак. Она содержит слишком много белков и жиров и ведет к ожирению. Не стоит экономить на вашей собаке. А вот на первый взгляд, безобидное детское питание может содержать луковый порошок, токсичный для собак. Человеческие витамины могут повреждать ЖКТ и оказывать токсичный эффект на другие органы, включая печень и почки. Но фастфуд вреден не только для собак. Хотите отдать собаке попорченный кусочек сыра? Помните, заплесневелая и испорченная пища содержит токсины, вызывающие как минимум рвоту и диарею. Не доел? Отдай собаке. Но остатки со стола вообще трудно назвать балансированной едой для собак. Запомните этот список и старайтесь избегать этих продуктов в кормлении своей собаки. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Это очень легко. Кликните на розовую собачку справа внизу экрана. Ставьте пальцы вверх, становитесь продвинутым владельцем вместе с нами и будет вам счастье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok